Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня я хочу поговорить о Google Analytics и о новых возможностях, которые он предоставляет по качественному замеру аудитории сайта. Понятно, что тема неисчерпаема, и по мере того, как я говорю, Google уже придумал и добавил в аналитику пару новых вещей. Но расскажу о том, на что обратил внимание лично я. Я не буду рассказывать, что такое Google Аналитика, как ее подключать и так далее. Предполагается, что вы это знаете. Если нет, зайдите на этот урок в теплице, мы же посмотрим, что тут у Google нового. Ну, во-первых, новый интерфейс, ему буквально пара месяцев. Появилось вот это выпадающее меню, которое упрощает переход между представлениями. Далее Google представил новый премиальный сервис Google Analytics 360 Suite. Это отдельный сервис, но напрямую связанный с аналитикой. Состоит из нескольких продуктов, которые имеют как бесплатную урезанную, так и платную версию. Сейчас доступ осуществляется из отдельного окна, но в ближайшее время, судя по всему, продукты из 360 Suite будут представлены в самой аналитике. По крайней мере, Google пишет, что интерфейс будет усовершенствован и показывает здесь продукты нового сервиса. Давайте подпишемся for free, то есть бесплатно, на какой-нибудь продукт и посмотрим, что там внутри. Охватить все продукты я не успею, в любом случае. Даже разобрать подробно что-то одно я тоже не смогу, поэтому просто короткий обзор. Data Studio это сервис для визуализации отчетов. Либо для заказчика, либо для вас. Сделайте один раз, потом будете всегда пользоваться. Он нашел почему-то статистику по YouTube. Это странно, потому что эта почта не привязана к каналу теплицы. Google он такой, да. Отчет, соответственно, можно расшарить на Google диски, создать копию и так далее. Но смысл Data Studio в том, что вы создаете свой отчет с теми позициями, которые нужны именно вам. И он выглядит, как в фильмах проворотил с Уолл-стрит. Создаем пустой отчет. Не создаем. Ждем, когда функция появится у нас в стране. Пока можно посмотреть шаблон отчета. Ваш будет таким же, но потом. На этом мы заканчиваем знакомство с Google 360. Это отличная вещь. Держите руку на пульсе и когда выйдет законченная версия, подключайте, разбирайтесь, пользуйтесь. А мы возвращаемся в Analytics и смотрим, что еще нового здесь. Здесь появилась вот эта интересная метрика под названием статистика по пользователям. Тут показано поведение конкретного человека на сайте. Ну то есть человека запоминают по IP и смотрят, что он делал, когда и зачем. Давайте выберем кого-то из новых посетителей. Ну вот, например, человек. Пришел в 8.30 утра. Заход по органическому поиску с настольного компьютера. Пробежал быстро полтора десятка страниц, нигде особо не останавливаясь. Вот здесь только тормознулся на несколько минут. Почему? Куда он пошел дальше? Где он брал ссылки? На самом деле наблюдать за реальным человеком всегда полезно. Хотя вы и превращаетесь на время в большого брата. Но Google он такой, да. Можно добавить какой-то сегмент. Например, посмотрим на поведение новых пользователей. Можно сделать более детальную настройку сегмента. Видите, здесь есть пол, возраст, источник трафика и так далее. Словом, богатая на настройки и достаточно полезная метрика. Что еще нового? Ах да, главное. Google опубликовал, наконец, рекомендации по тому, как определить с помощью Analytics, какой контент работает и что делать, если он не работает. Все, в общем-то, просто. Но не лишним будет еще раз напомнить. Первое. Определите, на чем сфокусироваться. Для этого создайте группы контента. Например, по темам еда, политика, спорт. Анализируйте CTR, показатели отказов по группе, время на сайте, повторные заходы и так далее. Так вы сможете направить усилия на наиболее привлекательную тему, а от какой-то отказаться. Второе. Определите страницы входа и выхода. Для этого подробно анализируйте отчет целевые страницы. Посмотрите, как вовлеченные пользователи взаимодействуют с контентом. Смотрите, какие страницы заставляют пользователей покидать ваш сайт. Анализируйте показатели отказов. Посмотрите скорость загрузки. Измените изображение и название. Или вовсе откажитесь от темы, если она не интересна посетителям. Третье. Изучите своих пользователей. Возможно, у вас искаженное представление о вашей целевой аудитории. Такое бывает, это нормально. Но если хотите добиться эффективности, проанализируйте, кто заходит на ваш сайт. Пол, возраст, интересы посетителей. Вы все пишете и пишете об андронном коллайдере, а посетители на вашем сайте все читают и читают неприметную статью о влиянии фаз луны на поведение вашей кошки. А про коллайдер никто и не читает. Ну так и не пишите о нем. И будет вам счастье, и Google вам в этом поможет. Google он такой, да, тут и добавить нечего. Все, любите друг друга, собирайте максимально полные данные об аудитории вашего сайта и главное используйте эти данные. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!